Антинаркотическая комиссия. В пригородах уничтожено 850 кустов конопли. Дорожная безопасность, аварий с участием детей должно стать меньше. Молодежный лагерь в поселке Первомайском. Новые знания получают юные лидеры. Здравствуйте в студии Марины Белова. Вашему вниманию основные события из жизни города в материалах наших корреспондентов. Жители Кирпичного смогли напрямую пообщаться с главой Армаверы и получить ответы на волнующие вопросы из первых уст. Андрей Харченко провел сход граждан, рассказал об уже сделанном и поделился планами по дальнейшему благоустройству микрорайона. Встреча с жителями длилась более двух часов. В самом начале службы администрации рассказали о реализации закона о профилактике безнадзорности, о мероприятиях по контролю за розничной продажей алкоголя, о семейных формах устройства детей-сирот. По традиции о своей работе отчитался участковый уполномоченный. Горожане задали полицейскому вопросы, касающиеся обеспечения общественного порядка в вечернее и ночное время, а также пресечения распития спиртных напитков во дворах многоквартирных домов. Затариваются пивом, на капоте машины, все это дело распивается, потом играют в карты там, шум, гам. Целый день терпим вот эти вот машины, музыка около магазина. Вот буквально с полвосьмого вот это все начинается. Участковый обязан у нас посещать периодически товаровые территории. Участковый обязан иметь связь со старшими по домам, а к вам пожелание. Вот назвали телефон, сейчас назвал свой телефон участкового уполномоченный, который до 16 сентября исполняет обязанности. Пожаловались жители главе города и на антисанитарное состояние кирпичного завода. Кроме того, на заброшенной территории собираются лица, ведущие о социальный образ жизни. Градоначальник отметил, что судьбой завода уже вплотную занимаются ответственные службы. Задача номер один, которая сегодня стоит перед конкурсным управляющим, чтобы он продал в целом весь имущественный комплекс предприятия, для того, чтобы новый собственник оградил территорию, поставил охрану. А для нас самое главное для вас, чтобы заработало новое производство, или была какая-то инвестиционная площадка, для того, чтобы больше того бардака, который у нас есть тут перед глазами, не было. После схода Андрей Харченко провел прием граждан по личным вопросам. Все проблемы, о которых шла речь, взяты на контроль и приняты к исполнению. Между тем, ряд задач в микрорайоне уже решен. Отремонтированы дороги, построены спортивные детские площадки, улучшилась работа общественного транспорта. Марина Белова, Игорь Тарасов, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир». Чтобы ситуация на дорогах стала стабильной, количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей уменьшилось, сотрудники ГИБДД будут патрулировать улицы в усиленном режиме. Одновременно с этим полицейские возобновят и уроки дорожной грамотности. Дети на дороге. Этой теме был посвящен круглый стол с участием руководителей госавтоинспекции, на котором побывала и наша съемочная группа. В этом году по сравнению с 2012-м увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Дорожно-транспортных происшествий, скорее всего, как несоблюдение правил дорожного движения водителями, пассажирами, также пешеходами. Не дожидаясь, пока дети обновят подзабытые за лето правила дорожного движения, с 1 сентября сотрудники ГИБДД будут усиленно патрулировать улицы. Главный объект внимания – школы и детские сады. Возле каждой школы будет сотрудник ДПСТ и отдела ГИБДД, которые не только 2 сентября, а в течение первой недели, даже 10 дней, будут обращать особое внимание на соблюдение правил дорожного движения водителями, пешеходами, а также, будем говорить, не усиленно, а активно заниматься пропагандистскими мероприятиями. Помнить дорожную азбуку надо и взрослым. Нередки случаи, когда родители вместе с ребенком перебегают улицу в неположенном месте, пренебрегают установкой детского кресла при перевозке маленьких пассажиров. Когда начальник ГИБДД, из 27 ДТП 13 пешеходы дети, 8 пассажиры – это самый большой удельный вес от общего числа. То есть мы будем особое внимание обращать на переход проезжей части детей, как их перевозят родители. Мы неоднократно уже призывали, требовали и будем принимать меры и предварительного характера, и административного, который перевозит детей маленьких без использования детских удерживающих устройств, то есть кресел. С начала нового учебного года вместе со школьниками в классы зайдут инспекторы ГИБДД. Сотрудники этой службы – неоднократные гости на классных часах. Они знакомят ребят с дорожной азбукой, проводят викторины и различные конкурсы, в основе которых знание правил движения. Также хочу обратиться к классным руководителям. Мы всегда работали со школами в едином, так сказать, моменте направления, чтобы попросить педагогов ежедневно на уроках. Буквально там понятно, что есть отдельные классные часы, есть, как сказал начальник, специальные классы в школах. Но тем не менее ежедневно, буквально перед каждым началом урока, в течение минуты, двух, трех, напоминать детям о элементарных правах дорожной движения, соблюдении этих правил. Как известно, семья и школа – неразрывное звено в воспитании подрастающего поколения. И как бы хорошо не проводились уроки, авторитет и пример родителей заменить невозможно. Принятые меры помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. И в продолжение темы. 29 августа на автодороге Армавир-Отрадная водитель автомобиля «Москвич», нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус». Это происшествие нашей съемочной группе прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника армавирского отдела ГИБДД Олег Смыкало. Время ДТП было в 16.00. Водитель москвича не справился с управлением, допустил съезд на обочину, в результате чего автомобиль перевернулся. Ребенок вылетел с машины, получил множественные травмы. Находится госпитализирован, находится в больнице. По факту этого ДТП ведется детальное расследование. Продолжаем выпуск. Найти и уничтожить. В Армавире подвели итоги борьбы с дикорастущей коноплей. Как не допустить распространения опасного растения? Об этом и не только говорили на очередном заседании антинаркотической комиссии в администрации города. Подробности в следующем сюжете. Разлапистые листья, кусты высотой до 3 метров. Наркополицейские казаки нарисовали карту распространения дикорастущей конопли. За последний месяц 350 кустов было уничтожено в Приреченском сельском округе, 500 в поселке Заветный. Также сорняк нашли на границе Новокубанского и Успенского районов. Совместно с главами администрации в составе комиссии эти участки, очаговые участки, где произрастает дикорастущая конопля, они уничтожаются, сжигаются, все это актируется, все это документально подтверждается. Но сорняк проблемы не только сельских территорий. Отдельные кусты находят и в городе. Так, отдел по делам несовершеннолетних занимается несколькими подростками, которые, по их словам, нашли коноплю в районе мясокомбинатов, аштата и ЗВТ. В списке тех, кого мы рассмотрели на комиссии, в обязательном порядке, включая тех, которые родители рассматривались, если они не достигли 16 лет, вот 12 таких фактов. Мы все эти списки предоставляем наркодиспансер, и врачи работают с ними. Также на заседании обсудили и вопрос о так называемых новых психотропных веществах. С августа 21 препарат для успокоения нервной системы включили в список наркотических средств. Кстати, в этот перечень попало вещество, входящее в состав волокордина и корвалола. Все они подлежат особому контролю. Но пока учреждения, занимающиеся их распространением, соблюдать все новые требования не спешат. Как только все будет там устранено, они должны обязательно нас уведомить, что мы готовы, мы уже работаем так, как положено. Но на данный момент ни одна организация города Армавира, у которой использовали вот эти препараты медицинские, нас не уведомила об этом. Пока всем аптекам и поликлиникам дан дополнительный срок для устранения всех недостатков. После 15 сентября наркополицейские проведут масштабную проверку этих учреждений здравоохранения. К другим темам. Все лето в школах города обновлялись классы и кабинеты, приобреталось необходимое оборудование. Большую помощь оказывали спонсоры. Где-то они помогли отремонтировать здания, заменить старые коммуникации. Ход подготовки лично инспектировал глава города Андрей Харченко, рассказывает Лариса Юровская. В каком виде встретят школы своих учеников после каникул, лично контролирует глава города Андрей Харченко. И хотя в кабинетах все уже готово к урокам, во многих учебных заведениях строители делают последние штрихи. В красивых и теплых классах будут учиться ребята третьей школы. Здесь за лето поменяли отопление и установили пластиковые окна. Модернизировали систему отоплений в школе номер 20 поселка Заветный. Здесь благодаря поддержке спонсора выполнили капитальный ремонт кровли. Качество работ мэр оценил лично. В 11 школе уроки дорожной азбуки теперь будут проходить на специальной площадке мини-купии городской улицы. Вы видите, что ребята наносят разметку для того, чтобы потом учителя тренировали наших детей по правилам дорожного движения. Как перейти улицу, как перейти перекресток и как себя вести как участник дорожного движения. Дворовая территория школы объединяет несколько корпусов. Старое асфальтное покрытие пришло в негодность. Чтобы попасть в свой класс, в дождливую погоду малышам приходилось обходить огромные лужи. Благодаря помощи и поддержке депутата законодательного собрания Андрея Дорошенко во дворе теперь лежит новенький асфальт. Я хочу от имени учителей, учащихся и их родителей высказать слова благодарности, огромные слова благодарности, низкий поклон Дорошенко Андрею Николаевичу за такую работу. А в классах на партах уже лежат учебники и ждут ребят. Благодаря активной работе педагогического коллектива школа два раза выигрывала грант президента России. На эти деньги удалось оснастить классы с учетом требований нового образовательного стандарта. Получать знания в просторных и светлых кабинетах одно удовольствие – только учись. В школе, так же как и во многих учебных заведениях города, идет подготовка к Дню Знаний. Отрадно заметить, что на торжественную линейку ученики и педагоги выстроятся уже на новом покрытии. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». От трехдневного лагеря до многофункционального форума. В «Армавире» планируется создать площадку для досуга и развития молодежи. База для этого уже есть. В поселке Первомайском действует лагерь «Патриоты Кубани». С активистами встретилась Алена Безовчук. Обед почти готов. Горячая картошка и тушенка – традиционное блюдо полевой кухни. В окрестностях Первомайского участники лагеря «Патриоты Кубани» проживут три дня. Еда на костре, ночи в палатке. Для Николая Слободенка это и отдых перед учебой, и будущие перспективы. Так работаем вместе каждый день, друг с другом общаемся. И это еще один повод сплотиться и быть еще более крепкой командой. Сейчас в лагере ребята, которые особенно интересуются жизнью молодежи города. Это ученическое самоуправление, молодежный совет при главе и молодая гвардия. У каждого свой вид деятельности определенный, и они не пересекаются. А здесь мы их собрали для того, чтобы они обменялись опытом уже накопленным каким-то, поделились своими идеями, впечатлениями, приняли участие в совместных интересных мероприятиях. Тема последней смены лагеря – лидерство. У каждого участника свое определение активиста 21 века. Но в одном они схожи. В первую очередь он должен быть человечен. Лидер 21 века – это человек, вне зависимости от возраста, в первую очередь образованный. И знающий свое дело. Кроме того, лидер 21 века – это в первую очередь хороший человек. В этот день ребята встречают у себя в лагере гостей из администрации города. Людей, которые точно знают, как добиться успеха. Очень аккуратно относитесь до времени. Хватайтесь за все выгодить. Пробуйте все. Никогда ни от чего не отказывайте. Рискуйте. Также гости провели викторину на знании избирательного права. В подарок – сладкое дополнение к чаю. Мы все равно планируем расширять, расширять форматы, увеличивать количество участников. Я думаю, что менять, возможно, место его проведения. То есть, ну, расширять возможности для молодежи попасть и побыть в этом лагере. За это лето в лагере успели побывать только 150 ребят. В следующем возможность отдохнуть и поучиться получат гораздо больше представителей активной молодежи. Алина Безовчук, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Это был заключительный сюжет и теперь метеопрогноз. Я передаю слово Марине Локтевой. Она уже в студии и готова рассказать о погоде. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков в понедельник в Армавире будет переменная облачность. Утром столбик кермометра покажет 17 градусов, днем поднимется до 25. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Что касается памятных дат, то 2 сентября – профессиональный праздник у сотрудников патрульно-постовой службы. Также в понедельник отмечается День Российской Гвардии и День окончания Второй мировой войны. И, конечно, именно сегодня начнется новая жизнь для первоклассников. Хочется поздравить с началом учебного года школьников, учителей, преподавателей и студентов. На этом у меня все. Я желаю вам удачной рабочей недели. Марина. Информация синоптиков завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravita.info и на авторадио «Армавир». С вами была Марина Белова. Всего доброго. До встречи на канале РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова